У окна, наблюдая за тем, что делается во дворе, сидит Галя. Она дружна с мальчиками, особенно с Колей. Однажды он рассказывал ей, как жил в деревне, занятой немцами. Когда советская армия прогнала немцев и освободила родные места, колхозники ходили по запущенным полям, все осматривали, словно в первый раз видели свою землю. Сознание, что они могут ходить свободно и никто их не остановит, пьянило людей. Мы, ребята, не отставали от взрослых, рассказывал Коля. Мне тогда было 9 лет и всюду, всюду хотелось мне заглянуть. Как-то с двумя мальчиками мы ушли очень далеко. В поле наткнулись на кучу железного лома, принялись разбирать его. Вдруг я вытащил какой-то непонятный предмет, верчу его со всех сторон, а мальчишки отбежали, кричат, брось, Колька, еще взорвется. Мне хотелось знать, что это такое. Сначала думал домой снести, а потом, не зная, как это вышло, взял и ударил камнем по своей находке. Раздался взрыв. Первое время я даже боли не почувствовал, побежал. Потом упал, обливаясь кровью. Обе руки оторвало и глаз пропал. Выходили в больницы. Гале жаль мальчика. Она понимает, как трудно такому. Живой, способный, изобретательный. Коля стал молчаливым и озлобленным. У него было сильное желание поправить свою ошибку, стать самостоятельным. Без руки он научился делать почти все. Трудно понять, как он может писать и при том хорошо. Заткнет вставочку под рукав рубашки, локтем бумагу придерживает, так и пишет. Говорит легко. Галя попробовала сама так писать, ни одной буквы не вышло, а он пишет красиво и разборчиво. Меньше четверки по русскому языку никогда не получает. Коля гордый. Все старается делать хорошо.